Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Центр Алмазова, слышно? Да, сейчас слышно. Так, коллеги, слышно меня, нет? Слышно, Евгений Владимирович. Да, благоукважаемые коллеги, дорогой Дмитрий Викторович, я очень рад вместе с вами, хотя и онлайн, быть на этой конференции, которая действительно уже в одиннадцатый раз проводится в Самаре. И я помню, время летит очень быстро, мы с Дмитрием обсуждали формат мероприятия, я помню, были предложения делать там съезды, еще какой-то формат, но мы договорились, что должна быть все-таки конференция со своим лицом. И я должен сказать, что, конечно, вот этот проект можно считать успешным, жизнь показала вообще важность, значимость этой проблемы, где обсуждаются действительно противоречия, спорные, нерешенные вопросы, поэтому теперь, когда мы говорим об этой конференции, конечно, мы сразу вспоминаем про Самару, когда говорим о Самаре, мы думаем о том, что вот все-таки есть проект, который родился здесь и является визитной карточкой Самары. Должен сказать, что всегда эта конференция проводилась с участием наших специалистов, кардиохирургов, специалистов функциональной диагностики, неврологами, ну, другие специальности, все, кто участвует в оказании помощи. Должен сказать, что всегда она была инноваторской, инновационной, обсуждались действительно новые стратегические вещи, которые дальше реализовывались уже в рамках создания новых рекомендаций, протоколов лечения. И я должен сказать, что вообще это во многом благодаря той обстановке, которая создается в Самаре, и университет активно развивается, и, наверное, благодаря той экосистеме, которая сейчас формируется в Самаре, и развивается самарское отделение, кардиологическое отделение, диспансер. Поэтому, коллеги, всем вам огромная благодарность за ту работу, которую вы делаете на благо наших пациентов, на благо наших жителей. Не сомневаюсь, что конференция пройдет успешно, ну и станет таким важным шагом в череде мероприятий к 60-летию нашего общества, которое мы планируем отмечать в следующем году. Поэтому желаю вам всем успехов, плодоторной работы, удачи, берегите себя. Спасибо. Армен Сесакш, пожалуйста. Отдельно приветствую академиков Бойцова Сергея Анатольевича и Шлихто Евгения Владимировича, которого с удовольствием вижу на экране, президиум конференции. Коллеги, первое, что я увидел, зайдя на площадку, это была фотография Виктора Петровича Полякова, учителя-основателя кардиохирургической школы Самарской Куйбышевской области. И, безусловно, то наследие, которое оставили наши учителя, сегодня должно быть продолжено и продолжается последователями, учениками, людьми, которые в свою очередь стали учителями. С удовольствием вижу в зале своих коллег, с которыми работал в учреждениях здравоохранения и у тех, у кого учился, будучи в университете. У меня есть вопрос, Дмитрий Викторович, а сколько у нас тут процентов соотношения представителей кардиологической службы и представителей первичного звена здравоохранения? Поскольку противоречия и нерешенные вопросы, на мой взгляд, они кроются не столько внутри самой кардиологической специальности, сколько на преемственности и методологическом сопровождении между кардиологической службой и первичным звене. Ибо действительно, те вопросы, которые уже доходят до узкоспециализированной кардиологии, это те вопросы, которые зачастую не решены на уровне первичного звена. И большинство показателей национального проекта здравоохранения, федерального проекта борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это такие, как летальность от острого инфаркта миокарда, количество рентген-эндовоскулярных вмешательств, процент обеспечения льготным лекарственным обеспечением, они формируются на первичном звене. И сегодня, коллеги, у нас есть действительно уникальная возможность изменить результативность нашей работы. А для этого мы должны ориентироваться, безусловно, на те заданные параметры. Уже несколько лет мы оцениваем те напряженные результаты, которые заданы для Самарской области. И каждый раз сами себе же и отвечаем, но ведь если нам их задали, значит на нас рассчитывает федерация, значит мы в какой-то степени делаем результат для всей России. И, конечно же, поэтому мы следим за средним чеком выписываемого рецепта, за количеством пациентов, направляемых на плановую коронарографию и на показатели внутрибольничной летальности по разным регионам уже внутри нашей Самарской области. И это общая совместная работа всех звеньев здравоохранения, краеугольным камнем которого, конечно, является кардиологическая и кардиохирургическая служба. Я благодарю организаторов конференции, я желаю всем хорошей плодотворной работы. Коллеги, Самарская область это сердце России, всем известно, пускай же сердце самой Самарской области будет здоровым и будет оберегаться профессионализмом участников сегодняшней нашей конференции. Спасибо. Спасибо. Игорь Леонидович, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Конференция носит ежегодный характер и я могу точно сказать, что вся общественность и нашего региона, и Приволжского федерального округа, да я думаю, всей Российской Федерации ждет проведения такой знаковой конференции. Могу сказать, что кардиология сегодня давно уже перестала быть монодисциплиной. Это междисциплинарное направление. И посмотрите, 60 секций, и это не только кардиологи, не только кардиологи из стационаров или с первичного звена здорового хранения. Это и онкологи, это и гематологи, это и клинические фармакологи. Всех нас интересует проблема ранней диагностики и лечения сердечно-сосудистых осложнений. Буквально не так давно, в начале сентября, мы проводили конференцию в центре имени Алмазова, посвященной памяти Андрея Юрьевича Заритского, профессора. И когда мы модерировали вместе с профессором Рудигером Хельманом конференцию, касающуюся онкогематологии, это классик онкогематологии европейской, международного уровня, мировой лидер. И он практически каждый вопрос, который касался вроде бы лечения онкогематологии, спрашивал, какие развиваются кардиоскулярные осложнения, какие сердечно-сосудистые осложнения и как вы диагностируете и лечите. То есть это действительно такое междисциплинарное направление и безусловно всем нам нужно здесь использовать все возможности для того, чтобы применять новые высокотехнологичные методы диагностики и лечения, для того, чтобы выполнить федеральный и национальный проект здравоохранения и достичь тех целевых показателей, которые там озвучены, снижение смертности от сердечно-сосудистой патологии и онкологии. Поэтому я хочу всех поприветствовать и пожелать удачи на участие в этом прекрасном и очень нужном для всех нас форуме. Академик Российской Академии Наук Сергей Анатольевич Бойцов, пожалуйста. Большое спасибо глубоко уважаемый Евгений Владимирович, глубоко уважаемый Армен Сисакович, глубоко уважаемые члены президиума, дорогие коллеги. Позвольте от имени ученого совета всего коллектива Национального центра кардиологии имени Чазова поприветствовать вас с открытием этого замечательного мероприятия. Это 11-й уже конференции, которая посвящена изучению проблем нерешенных и противоречивых. Надо сказать, что действительно все получилось в этом проекте. Помните эту знаменитую фразу из мультфильма «Как вы шхуну назовете, так она и поплывет». И вот этот шхуна, вернее корабль, он плывет именно под этим флагом и все получается так, как задумано. Вообще умение увидеть нерешенные проблемы, противоречия – это один из самых главных залогов вообще успеха в движении вперед. Надо, конечно, видеть и достижения, и радоваться, и гордиться, но в первую очередь надо видеть нерешенные проблемы и противоречия. И я внимательно изучаю каждый раз программу, хотя присутствие на этой конференции впервые, но программу я всегда смотрю, действительно вижу, что есть полное соответствие замысла и содержания. И я с этим хочу поздравить организационный комитет, программный комитет конференции, что, по крайней мере, сейчас мы можем быть уже уверенными, что конференция должна состояться. Я хочу от всей души пожелать вам успешной работы, хорошего, интересного общения, и чтобы конференция была плодотворной, ну и, конечно, не скучной. Добрый час. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Я с удовольствием хочу объявить первый доклад на пленарном заседании Евгения Владимировича Лихтова «Актуальная стратегия профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Что нового?» Дорогие коллеги, позвольте мне перейти уже к пленарному докладу, и я бы хотел остановиться на тех стратегиях и новациях, которые сегодня есть в области профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Слышно меня, да? Коллеги, слышно, да? Да, да, слышно, видно. Спасибо. Если посмотреть, как вообще развивается здравоохранение и в рамках здравоохранения профилактика, то совершенно очевидно, что за последние, я думаю, где-то 100 лет мы сделали виток и вернулись к тому, с чего начинали. Начинали мы все-таки с такого индивидуального подхода, персонализированного подхода, и сегодня на совершенно новой основе, на основе данных пониманий молекулярной биологии, генетики, молекулярной визуализации, даже тем не появился специальный имидженомика. Мы движемся в сторону персонализированного подхода, который предполагает действительно оптимальную терапию для каждого конкретного пациента. Должен шиться индивидуальный костюм в соответствии с теми параметрами, которые характеризуют конкретного пациента. Безусловно, реализация этого направления, этой идеи предполагает интеграцию всех этапов оказания медицинской помощи. Устранение всех барьеров между учреждениями первичного звена, между центрами экспертного уровня, должен быть создан единый непрерывный лечебно-диагностический процесс. Переход с одного уровня медицинской помощи на другой должен быть максимально незаметным для пациента. Как этого можно достичь? Безусловно, для этого нужны единые цифровые стандарты. Я бы сказал, должна быть такая среда создана, где совершенно эффективный должен электронный медицинский документооборот между учреждениями. В Российской Федерации мы сегодня решаем эту задачу, формируя вертикально интегрированную медицинскую информационную систему, важным разделом которой является заболевание сердечно-сосудистой системы. Должна быть, безусловно, очень четкая коммуникация, где пациент должен быть хозяином своих собственных данных. Хозяином, не курьером собственных медицинских данных, а именно хозяином. Безусловно, еще один важный компонент – это обратная связь после передачи пациента, после получения информации, для того, чтобы формировать именно долгосрочные прогнозы, долгосрочные исходы. В этом контексте очень интенсивно развиваются все направления создания документов на всех уровнях – в Российской Федерации и в европейском уровне. И вы знаете, в 2021 году были вышли новые рекомендации европейского общества, которые предполагают действительно интеграцию всех этапов оказания медицинской помощи. Должна быть персонализированная сердечно-сосудистая профилактика, о которой мы говорим много лет в Российской Федерации. Мы об этом много говорим, о персонализированной медицине. И действительно, вместо одного размера для всех должен быть персонализированный подход. Очень важным является раздел большего профилактики пожилых. Для этого даже выделен специальный подраздел шкалы риска. Большое увлечение пациентов, совместное принятие решений. Ну и что очень важно, помимо новых алгоритмов, является включение вопросов экономической эффективности. Мы переходим просто от разговора value base medicine уже к практическому содержанию и наполнению этого термина. Поэтому вопрос учета географии, учета распространенности сердечно-сосудистых заболеваний для формирования рекомендаций, возрастных особенностей. Очень важным является учет предпочтений пациента, окружающая среда. Ну и я уже говорил о экономической целесообразности. Нужно сказать, конечно, европейскими рекомендациями сегодня сформирована, я бы сказал, такая стратегия. Мы всегда говорили о каких-то тактических, стратегических мерах. Вот очень важным является еще подход к формированию персонализированного лечения на индивидуальном и популяционном уровне. Мне кажется, это тоже очень важно. Крайне важный вопрос обсуждения с пациентом и привлечения его к всему процессу профилактических мероприятий. Образ жизни, стресс, питание, давление. Все вопросы терапии должны быть, конечно, обсуждены с пациентом. Очень важным является акцент на популяционное здоровье. Дорогие коллеги, если вы посмотрите сегодня критерии, которые характеризуют эффективно государство, то это то государство, которое заботится о здоровье, именно популяционное здоровье включено во все программы развития государства. Мы все не понимаем, что без этого направления развиваться очень сложно. Буквально два дня тому назад, вернее, извините, когда, в четверг, Олег Олегович Сологай выступал о тех программах, которые реализуются в Российской Федерации, о участии регионов именно в популяционной профилактике. Мне кажется, это очень важно, об этом мы будем говорить. Очень важным в тех изменениях, которые характеризуют новые рекомендации, вообще новые тренды, это, конечно, формирование группы высокого риска. Ну, если говорить откровенно, мы об этом говорим уже много лет, наверное, если не десятилетий. Вы помните наш красивый слайд, который мы всегда продвигаем, где мы можем ожидать быстрых побег. И вот те быстрые победы у пациентов с фибрилляцией предсердия, с хронической сердечной недостаточностью, пациенты с рефракторной гипертенцией, с другими хроническими заболеваниями, обструктивная болезнь сердца, инфекции, расстройство сна, неалкогольная жировая болезнь печени, то все эти вопросы характеризуют именно и нарушение метаболизма, то, что раньше называлось метаболическим сердечно-сосудистым синдромом. Вот это все вопросы сегодня включены в рекомендации, они активно обсуждаются с точки зрения именно достижения быстрых побед. Сформированы категории лиц, которые нуждаются в проведении профилактических мероприятий. Очень хорошо прописаны все шаги этих мероприятий. Первый шаг, второй шаг. Для разных групп пациентов, относительно здоровые лица, лица с подтвержденным сердечно-сосудистым заболеванием, включен сахарный диабет и лица с сердечно-сосудистой патологией. Очень важным является акцент на внешнюю среду. Как модификатором риска, как и прежде, авторы относились к стрессу, хрупкости, загрязнению, воздуху и окружающей среды. Это сегодня стало одним из важнейших факторов, которые должны включаться в профилактические мероприятия. Важным является то, что активно развивается направление, связанное с физиализацией и формированием биомаркеров, геномных шкал, всех результатов сосудистых исследований. К сожалению, они еще не все рекомендованы, кроме коронарного кальция. Об этом будет сегодня специальный доклад. Но это тоже активно развивается. Я думаю, по мере накопления данных мы будем иметь появление новых биомаркеров. Очень интересным и важным является, безусловно, оценка здоровья у мужчин и у женщин. Я об этом тоже скажу позже. Ну и важным является, безусловно, оценка психоэмоционального статуса. Наличие мигрени тоже является одним фактором, который влияет на судьбу пациентов. Диета, физическая активность, алкоголь. В зоне внимания как были, так и остаются. Вы знаете, по отношению к алкоголю сегодня являются более строгими рекомендациями. Ну, не так все это просто. Изменить действительно образ жизни не только отдельного человека, я бы сказал, в некоторых стран целых. Поэтому рекомендованное количество алкоголя не должно превышать так 100 грамм в неделю. Все это более строго. Важным, мне кажется, компонентом новых рекомендаций является необходимость выполнения бариатрических операций у пациентов с ожирением. Поскольку получены данные, действительно, влияние этого метода лечения на конечные твердые точки, на риск развития осложнений сахарного диабета. Я не буду останавливаться детально на лечении дислепидемии. Все это тоже детально прописано, и об этом сегодня будут доклады. Безусловно, терапия становится более агрессивной, акцент на комбинированное лечение, акцент на раннее применение новых лекарственных препаратов, которые действительно позволяют добиться более низких цифр липидов низкой плотности у пациентов высокого риска. Ну и мне кажется, очень важным является то, что мы должны все-таки и лиц пожилого возраста так же лечить, как лиц молодого возраста и добиваться более низких уровней. По артериальному давлению вы видите более тенденцию сдвига влево, более к низким, нормальным, как назовем их, целевым значением систолическое и диастолическое артериальное давление. Это касается и лиц старше 70 лет при хорошей переносимости, поэтому вопросы коррекции артериального давления являются тоже крайне важными, особенно с учетом сопутствующей патологии. Ну, цель какая? 80-80-80 к 2050 году. Это позволит где-то предотвратить сотни миллионов случаев сердечно-сосудистых заболеваний. 80% должны пройти скрининг, 80% получить лечение и 80% должны достичь целевых уровней артериального давления. Ну, по индексу коронарного кальция будет специальный доклад. Единственное, что бы я хотел сказать, что, конечно, мы очень рассчитываем на этот маркер, на этот компонент, который позволяет прогнозировать судьбу пациентов, формировать пациента высокого риска. Но я бы хотел, конечно, сказать, что, несмотря на то, что индекс коронарного кальция – это очень важный фактор для прогноза этих пациентов, к этому относиться, конечно, нужно очень и очень осторожно, поскольку мы с вами очень хорошо знаем, что нулевой кальций в коронарных артериях не обязательно означает отсутствие поражения коронарных артерий. Все больше обращается внимание на локализацию бляшки, потому что, вы знаете, при одном и том же индексе кальция бляшка может локализоваться в стволе, в ветвях коронарных артерий, хотя суммарный индекс может быть одинаковым. Совершенно точный, различный прогноз при локализации кальция в магистральной артерии, в ее ветвях, и сегодня эти вопросы тоже находятся в зоне обсуждения. Поэтому здесь тоже нужно дополнительно исследовать. Много уделяется внимания генетике, и сегодня установлено, что ДНК-варианты, которые регулируют уровень гипопротеидов высокой плотности, позволяют прогнозировать и характеризовать метаболическое здоровье. Выявлены фенатические маркеры, которые позволяют предсказывать развитие артериальной гипертензии на ранних стадиях. Ну и в целом, я должен сказать, что вот эта стратегия Primodial, формирование полигенных шкал риска, она сегодня активно развивается во многих странах, начиная с популяционного здоровья, я бы сказал, начиная со школьного возраста, с детского сада. И очень радостно, что Российское корридологическое общество тоже, вот продвигая свой проект по музею здоровья, очень много уделяет внимания именно профилактическим мероприятиям. Ну и выделен специальный раздел по лечению факторов риска у пациентов с подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Несколько слов хотел бы коснуться той ситуации, которая сегодня есть в Российской Федерации. Мы сегодня с вами переживаем очень сложный момент, когда в результате ограничительных мероприятий пандемии COVID-19 мы значительно отклонились от тех целевых параметров снижения смертности от болезни системы кровообращения, которые мы прогнозировали себе на 2021, 2022, 2023 год. Вы видите, что пандемия существенно нас отбросила где-то к 2014 году, но целевые показатели к 2024 году и ожидаемая продолжительность жизни к 2030 году не изменилась. Единственное, что изменилось, это абсолютное число умерших от болезни системы кровообращения, которые нужно спасти. Нам нужно предотвратить почти 300 тысяч смертей в результате наших профилактических лечебных мероприятий. Это, конечно, требует огромных усилий. Это предполагает именно изменение всех этапов оказания медицинской помощи. Этапы медицинской помощи, которые могут привести к краткосрочным быстрым результатам. Это вопросы, связанные именно с оказанием помощи с острым коронарным синдромом, с острыми состояниями. И здесь являются крайне важные вопросы территориально планирования. Вопросы координации помощи на районном и региональном уровне. Высокая доступность экстренных высокотехнологичных вмешательств. Крайне важно формирование, может быть, центров лечения критических состояний, центров управления рисками, совершенствование помощи с неотложными состояниями, стандарты, алгоритмы. Именно командный, я бы сказал, такой мультидисциплинарный подход. Хорошо прописаны нами сегодня меры, нацеленные на достижение результата в среднесрочной перспективе. Это и то, о чем я уже говорил, расширение групп высокого риска в рамках диспансерного наблюдения, внедрение 168-го иен-приказа в реальную практику и работа над этим приказом, где очень хорошо прописаны 13 групп пациентов высокого риска, которые должны наблюдаться. Поэтому от активности регионов, от эффективности мероприятий будет зависеть действительно судьба многих и многих пациентов. Поэтому здесь же крайне важным является именно повышение доступности инструментальных методов диагностики. Уже говорил о центрах управления рисками. Должны быть центры управления рисками в каждом регионе на базе краевых, областных, окружных больниц для эффективной координации помощи. Мы видим, как эффективно все-таки решается программа льготного лекарственного обеспечения. Я должен с удовольствием сказать, что в результате такой очень продуктивной, плодотворенной работы с Минздравом нам удалось расширить МНН для пяти групп с 23 до 31 наименования. Туда попали практически все лекарства для лечения больных с сердечной недостаточностью. Это очень важный шаг, который нужно тоже использовать для лечения, для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и долгосрочная перспектива. Безусловно, это все вопросы, которые связаны с такими стратегическими подходами, подходами на государственном уровне. Антиалкогольная компания, безусловно, я уже говорил о курении. Вопросы, связанные с координацией всей оказания помощи и участием крупных промышленных предприятий, в увлечении работающего населения, диспансеризации, профилактические осмотры, широкое внедрение информационных технологий. Это тоже крайне-крайне важный шаг. Ну и, безусловно, если говорить о такой квинтэссенции, то наша задача выработать специфические мероприятия для каждой возрастной группы, в зависимости от распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, от их вклада в топ-5 причин смерти. Для каждого региона должны быть выработаны специфические мероприятия для лиц молодого возраста, там до 40 лет, для лиц с 40 до 49, для всех категорий 50, 69, 70 и старше. Мы точно понимаем, что в каждой из этих групп есть заболевания, которые определяют именно смертность. Если говорить о молодых возрасте, то это внезапная смерть, и все, что с этим связано, церебровоскулярная патология, нарушение ритма. Где-то с какого-то возраста присоединяется тросклеротическая болезнь сердца, кардиомиопатия, роль алкоголя. Вот эти все вопросы должны быть совершенно понятны. Когда будет понятна ситуация, тогда можно выработать точно таргетные меры для решения тех проблем, которые есть в каждом регионе. Поэтому вопрос взаимодействия профилактики и всех этапов, которые ведут к оказанию эффективной помощи, и первичной и вторичной профилактики, они находятся, я бы сказал, еще раз в неразрывной связи. И вот это бесшовное оказание помощи, о чем я говорил в самом начале, интегративная помощь, является действительно основой для достижения эффективного результата. Поэтому переход на электронное медицинское здравоохранение, обработка данных, кадровое обеспечение, взаимодействие на уровне региона, международное взаимодействие, ну и, безусловно, координация усилий всех участников оказания медицинской помощи является важным. И я думаю, что и на настоящей конференции эти вопросы будут обсуждаться. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Евгений Владимирович. Я с удовольствием предоставляю слово Сергею Анатольевичу Бойцову с докладом «Лечение острого коронарного синдрома в Российской Федерации. Что меняется?» Глубоко уважаемые коллеги, одним из противоречий сегодняшней конференции является то, что я представлю сегодня доклад, который по названию и само собой по содержанию отличается от ранее заявленного. Ну, так получилось, что, в общем, мы не вовремя, вернее, я не вовремя обратился в оргкомитет в плане изменения названия. Приношу свои извинения. Но надеюсь, что эта тема все-таки действительно тоже и актуальна, и надеюсь, что она будет интересна для аудитории. Итак, я хочу напомнить, что фактор времени – это главный ориентир качества оказания медицинской помощи при инфаркте миокарда, при всех формах острого коронарного синдрома. И вот на этом графике очень хорошо видно, что начало оказания медицинской помощи через два часа от начала острого события инфаркта миокарда фактически снижает в два раза абсолютную пользу от всех последующих наших лечебных действий. Данная схема вам тоже очень хорошо известна. Она представлена была в 2018 году в совместном документе Европейского общества кардиологов и кардиоторокальных хирургов. И она описывает схему организации реперфузии при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента СТ. И здесь фокус сделан на первичное чрезкожное коронарное вмешательство. Напомню, что первичное чрезкожное коронарное вмешательство – это оказание медицинской помощи в первые 12 часов от начала развития инфаркта миокарда, причем имеется в виду от момента постановки диагноза не от начала события, а от момента постановки диагноза до проведения проводника просвет инфаркт связанной коронарной артерии. При этом вот этот интервал времени от момента постановки диагноза до начала ЧКВ вмешательства – 120 минут. И все это вам уже, наверное, хорошо известно, не буду развивать эту тему. Тем более, что все данные позиции отражены в наших национальных рекомендациях, которые касаются в том числе и лечения инфаркта миокарда у пациентов при наличии подъема сегмента СТ. Очень важным документом является порядок оказания медицинской помощи. Это приказ номер 918 2012 года. Правда, у него уже были изменения, и одно из последних – это февраль 2020 года. Но самым главным содержанием всей системы оказания медицинской помощи при УКС является сеть региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 140 и 469 единиц соответствующих структур. Напомню, что эта сеть была сформирована в течение четырех лет – с 2008 по 2012 год. Она не только сохранилась, она продолжает развиваться, и в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» она сейчас в значительной степени модернизируется в плане оснащения. Ну и также я должен вам напомнить, что существует система оценки качества оказания медицинской помощи при остром коронарном синдроме на уровне Минздрава Российской Федерации через систему мониторинга. Здесь представлены уже результирующие параметры, которые имеют в том числе и возможность характеризовать процессы оказания медицинской помощи. Часть из них я вам сегодня тоже представлю. Итак, вначале о количественных характеристиках, как менялась или меняется ситуация в течение последних пяти лет, начиная с 2016 года по 2021, включая ковидные годы. Если говорить о количестве пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента СТ, то от максимума, который наблюдался в 2016 году, в 2021 году произошло снижение на 15%. Но, к сожалению, мы не можем сказать, что это результат эффективной первичной профилактики. Это все-таки влияние ковидных лет, что видно при сопоставлении показателей 2020-2021 годов хотя бы с 2019 годом. Что касается количества пациентов с ОКС без подъема сегмента СТ, здесь снижение произошло на 35%. В сравнении с максимумом, ну и тоже существенная разница в сравнении с 2019 годом. И мы знаем причину, она универсальная, единая фактически причина для всех стран, которые были поражены пандемией. Это снижение обращаемости пациентов из-за боязни заболеть. Ну и определенный вклад, конечно, внесла смертность этих пациентов, которые болели одновременно, перенося и острый коронарный синдром, и коронавирусную инфекцию. Ну и если говорить о пациентах ОКС без подъема сегмента СТ, то здесь ровно такая же степень снижения, как и ОКС без подъема сегмента СТ в целом. Но есть и позитивные моменты. Ну, во-первых, я хочу обратить внимание, что доля пациентов, которые госпитализируются в систему РСЦ-ПСО, все время за период ее создания не снижается ниже 85-90%, а в последние годы не менее уже 90% устойчивый показатель. И это в 2022 году показатель составил 93%, хотя мы должны приближаться, конечно, как минимум к 95%. Ну и очень важный показатель, я надеюсь, что он достоверный, что доля пациентов ОКС с подъемом сегмента СТ, которые госпитализированы в сроке до 12 часов, увеличилась до 71%. Косвенные признаки, подтверждающие этот факт, я вам представлю чуть позже. И вы помните, что это очень важнейший показатель, который описывает, собственно говоря, процесс использования технологии первичного ЧКВ. Вот здесь такая суммирующая картинка в отношении того, как выглядит динамика способов реперфузии при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента СТ. Начиная с 2016 года, доля первичных ЧКВ, согласно данным мониторинга Минздрава России, возросла в два раза, с 25% до 50%. При этом очень важно то, что доля пациентов, которые вообще не получили никакого вида реперфузии, снизилась с 49% до 27%. А доля пациентов, которые получают тромболитическую терапию, изменилась мало. 26 и 23% соответственно. При этом очень важен вот этот показатель. Доля догоспитальной тромболитической терапии возросла с 35% до 59%. И я знаю, что в Самарской области этот показатель давно уже больше 70% и сейчас приближается к 90%. Это очень важно. Безусловно, большое спасибо вам, коллеги, за это. Ну и вот к чему мы должны стремиться. Здесь представлены данные регистра СВЕДЫХАТ. Это один из наиболее часто цитируемых регистров в мире, хотя далеко не единственный, конечно. Плюс ко всему, он нам еще очень важен и интересен в том плане, что в плане величины плеча оказания медицинской помощи при инфаркте миокарда по целому ряду параметров мы нередко сопоставимы. Так вот, обратите внимание, зеленый цвет – это доля пациентов, получивших первичную чрезкожную пластику, и она доминирует фактически для всех регионов Швеции, за исключением острова Готланд, где абсолютно доминирует тромболитическая терапия. Далее, что касается фармакоинвазивной тактики, которая для нашей страны актуальна, и я думаю, что еще очень долго будет актуальна, опять-таки в силу низкой плотности населения в большом регионе, в доле регионов и большого плеча доставки. И с 2016 года по 2021 год доля ЧКВ, ТЛТ, которая закончилась ЧКВ в течение 24 часов, увеличилась в два раза. И ТЛТ без ЧКВ сейчас составляет не более 40%, если иметь в виду в среднем историю по стране. Ну вот здесь на примере Кемерова показано, что это, к сожалению, как неизбежная система, потому что даже в таком достаточно густонаселенном регионе, имеющем два таких ярко выраженных центра, и административных, и экономических, и в плане оказания медицинской помощи, все равно плечо доставки достаточно велико, которое требует применения фармакоинвазивной тактики. Хотя наш основной курс – это на первичное чрезкожное коронарное вмешательство. Теперь несколько слов про ОКС без подъема сегмента СТ. Какова динамика в интервале госпитализации в интервале 2016-2021 годов? Ну, здесь произошло снижение от максимума, как я уже говорил, на 35%, но очень важно то, что ЧКВ при ОКС без подъема сегмента СТ тем не менее доля их, количество, самое главное, существенно возросли, не говоря уже про долю. И это происходило даже в 2021 году, это год, когда ковид, пандемия ковида была еще ярко выраженная. Ну и количество ЧКВ при ОКС без подъема сегмента СТ тоже вырос фактически на 30% доля, даже если сравнивать с 2016 годом на 44%, что тоже является очень хорошим показателем. Ну, а сейчас я во второй части своей презентации хотел бы показать данные, которые мы получили в рамках регистра региона инфаркт миокарда, который работает с ноября 2020 года для того, чтобы более детально проанализировать процессные показатели, временные в основном характеристики. В нем, в этом регистре участвует более 40 субъектов Российской Федерации, и сейчас на настоящий момент включено 7400 пациентов. Итоговая цифра предполагается 10 000 пациентов, что будет, собственно говоря, выполнено уже в середине следующего года. Каковы характеристики пациентов, которые включены в регистр, как выглядит наш современный пациент с инфарктом миокарда с острым коронарным синдромом, правильнее сказать. Первый инфаркт миокарда, при инфаркте миокарда с подъемом сегмента СТ это 85%, и при ОКС без подъема сегмента СТ это 75%. Ну и, соответственно, такие же доли повторных инфарктов миокарда. ЧКВ в анамнезе 9 и 14%, соответственно. Невелика доля. Велика зато доля курящих пациентов 41,33%. Почему здесь разница меньше, тоже понятно, потому что пациенты без подъема сегмента СТ они старше, у них уже были события часто, и плюс ко всему они коморбидные. Артериальная гипертония, вы видите, это один из самых значимых факторов риска. И по распространенности тоже, безусловно, стенокардия имеет место в 30 и 43%, соответственно. Прием гиполипидемической терапии, вот эта цифра, конечно, она огорчает, мягко говоря. Эти показатели очень тревожные, всего лишь 9 и 16%. Ну ладно бы только до того, как. Но беда заключается в том, что и после того мы пока еще эту проблему не решили. Хотя льготное лекарственное обеспечение в количественном плане, конечно, уже проблему в плане охвата решили. Но вот дальше посмотрим, как в отношении адекватности терапии. Сердечная недостаточность 21,34%. Индекс массы тела повышен 43%. Ожирение 34-35%. Вот, собственно говоря, таков современный портрет современного инфаркта миокарда. В рамках данного регистра абсолютное большинство пациентов были госпитализированы в региональные сосудистые центры. Это 83% и только 17% первичные сосудистые отделения. Но, тем не менее, мы анализировали статистику по первичным сосудистым отделениям, ну, скажем так, отдельно. И это можно будет нам оценить, ну, скажем, дифференцированно. Очень важный показатель. Среднее время от первых симптомов до тромболитической терапии. Если она проводится в машине скорой помощи, это чуть меньше 6 часов. Но если она проводится в стационаре, это 8 часов. И это при том, что, как правило, нас убеждают, что стационар находится в 5 минутах езды. Да вот он здесь, за углом. И это 2 часа. Если смотреть более прицельно на эти процессы, то среднее время от регистрации ЭКГ до тромболитической терапии, если она проводится в машине скорой помощи, меньше 20 минут, а если в стационаре, 2 часа 12 минут. Успешная тромболитическая терапия, если оценивать ее по ЭКГ, клиническим характеристикам, 2 третий случаев. Ну и это понятно, это еще в большей степени подталкивает нас к необходимости фармакоинвазивной тактики. Меняется ли этот показатель? Мы сравнили в нескольких субъектах Российской Федерации его величину в первом полугодии 2021 года и 2022 года. Так вот, если медицинская организация включается в регистр и начинает видеть себя в зеркале практически ежедневно, то это очень хорошо помогает. Если среднее время ЭКГ до ТЛТ было 63 минуты, то потом, через год, оно же стало 25 минут. И это говорит о том, что у нас есть понятные инструменты, аналитические инструменты улучшения ситуации. Среднее время от тромболитической терапии до чрезкожных коронаврных вмешательств. Если ЧКВ, вернее, ТЛТ проводилось скорой помощи, то это почти 9 часов. Ну, а если ТЛТ проводилось в стационаре, это уже почти 16 часов. Если мы проводим так называемую первичную ЧКВ, почему так называемую? Потому что на самом деле в 120 минут укладываются от постановки диагноза, только, то есть от электрокардиографии, только 60% пациентов. А в 90 минут 44%. Почему я говорю о 90 минутах? Потому что сейчас общий тренд, учитывая практику, накопленную во многих странах, уже смещение данного интервала со 120 к 90 минутам. Но нам надо пока справиться с показателем 120 минут. Так вот, 60% еще раз хочу сказать, укладывается в 120 минут и 44% в 90 минут. Но если посмотреть в разрезе, что называется, то картина выглядит примерно так. В среднем это 172 минуты, то есть это почти 3 часа, при очень высокой вариабельности. В Швеции тоже высокая вариабельность. От 45, правда, минут до 118 минут. То есть они полностью все укладываются вот в эти 120 минут. И именно шведский регистр подталкивает к решению, что надо этот интервал времени сокращать до 90 минут. Но это не только шведские, и Чехия это показывает, и США, правда, не все штаты об этом такую статистику демонстрируют, но и многие другие европейские страны. В среднее время от первых симптомов до ЧКВ у пациентов с инфарктом миокарда в нашей стране составляет 20 часов 36 минут. При весьма невысокой вариабельности, обратите внимание, в шведском регистре эта величина 2 часа 45 минут. И понятно, что... Ой, простите. Можно... Не на ту кнопку нажал. Безусловно, вот это гигантский резерв, интервал от первых симптомов до звонка. Ну и путь пациента инфаркта миокарда без подъема сегмента СТ от первых симптомов до госпитализации почти 14 часов, а от первых симптомов до ЧКВ 25 часов. Ну и, в общем, надо сказать, что эта история не очень сильно отличается от пациентов с ОКС с подъемом сегмента СТ. И я уже об этом упоминал и говорил, и хочу еще раз сказать, что сокращение времени от первых симптомов до звонка это важнейший резерв в качестве оказания медицинской помощи. Но основной резерв это снижение временных потерь на всех этапах оказания медицинской помощи. Теперь о лечении. Внутри стационара. Статины в стационаре получают 95%, а мы помним, что поступали пациенты, получая примерно в 10% случаев статины в среднем. Ну и здесь показаны варианты статинотерапии. Что касается дозировки оторвостатина, то все-таки это 40 мг в основном, хотя мы хотим эту цифру видеть в 80 мг. И мы вчера с Дмитрием Викторовичем обсуждали, что даже в крупных центрах, это не всегда легкая задача. Бета-адреноблокаторы при обоих видах инфаркта миокарда это 87%. Ингибиторы ангетензин, превращающего фермента в 80% при обоих видах инфаркта миокарда. Ацетилсалициловая кислота от 78 до 82% в зависимости от вида реперфузии. Но разница не очень существенная, поэтому позвольте мне ее не комментировать. При инфаркте миокарда без подъема сегмента СТ примерно такая же частота, чуть-чуть больше ацетилсалициловая кислота. Но вот это пока еще нерешенная проблема ингибиторы P2Y12 рецепторов тромбоцитов. Получают 98%. Но в половине случаев это клопидогрелл. Тикогрелор только в половинах. Хотя вот западноевропейские регистры, североамериканские показывают, что тикогрелор уже абсолютно доминирует в плане своей эффективности и безопасности. При инфаркте миокарда без подъема сегмента СТ примерно такая же история 97%. Ну и вот приближаясь к финишу, результирующая картинка. Все вроде бы лучше и вроде бы не так все плохо. Но вот летальность в 2016 году почти 15% при инфаркте миокарда с подъемом сегмента СТ. Была тенденция к снижению в 2019 году до 13%. Но если мы эти столбики скажем так масштаб изменим, то разница будет очень небольшая. это понятно. Был опять подъем вернувший нас к 2016 году в 2020 году. А в 2021 году все-таки несмотря на то, что немалое количество все-таки ЧКВ центров даже не говоря уже о ПСО были перепрофилированы в стране. В общем 13,5%. Но нехорошо нам иметь такой показатель летальности. Поэтому это вопрос конечно не только временных характеристик. это вопрос еще и качества оказания помощи непосредственно в блоках интенсивной терапии, в кардиореанимациях так называемых. Это конечно вопрос и если двигаться скажем так уже к самому началу и качества профилактики первичной и вторичной, потому что пациенты поступают тяжелые. Сколько времени находится пациент на госпитализации? В среднее время колеблется при инфаркте миокарда с подъемом сегмента от 6 до 9,5 суток со средним временем 8,8. Ну и оно варьирует в зависимости от вида пособия реперфузии. При первичном ЧКВ это 9,1 суток а при фармакоинвазивной тактике она наиболее длительная 9,3 но это понятно это объяснимо потому что здесь возникает такой дополнительный временной резерв. При подъеме инфаркте миокарда без подъема сегмента СТ примерно такие же значения и при выполнении ЧКВ но тоже понятным образом увеличивается продолжительность пребывания в стационаре на полторы суток. Ну а теперь вот как мы реализуем те возможности которые предоставила нам государства создав систему льготного лекарственного обеспечения для пациентов перенесших острый коронарный синдром. В 22 году произошло увеличение среднесуточной дозы атервастатина до 20 миллиграммов на 50%. Это вроде бы хороший шаг вперед но шаг к какой цели 20 миллиграммов коллеги в стационаре когда наша цель 80 миллиграммов ну а вот как выглядит федеральная круга в разрезе что называется центральном федеральном округе ну крайне низкие эти показатели гигантский скачок сделал дальневосточный федеральный округ правда анатомия этого скачка нам пока еще не очень понятно ну и здесь мы видим что 52 процента пациентов получает атервастатин в дозе 20 миллиграммов возвращаясь тоже собственно продолжая эту же тему здесь более детально представлено среднесуточная доза менее 25 миллиграммов в абсолютах здесь показано в сравнении декабрь 21 август 22 года среднесуточная от 25 до 35 она здесь мало поменялась но доза больше 35 миллиграммов выросла с 13 до 55 тысяч но мы-то оперируем сотнями тысяч пациентов антиагреганты назначают вроде бы достаточно часто мы это видели но вопрос как долго в стационаре всем назначают но в среднем это менее 5 месяцев антиагрегантная терапия при этом доза тикагрелора 90 миллиграммов только 5% остальные 60 ну вот то что показывает нам наша система учета выдачи этих препаратов ну и очень высокая вариабельность средней продолжительности двойной антиагрегантной терапии все-таки большинство находится в диапазоне от 3 до 7 месяцев но есть регионы где больше около то есть около года ну и это вот завершить предпоследний слайд смертность пациентов после острого инфаркта миокарда по данным регистрового наблюдения через 365 дней вернее к 365 дню умирает 5% много это или мало у нас есть возможность сравнить с российским регистром лис-1 который был организован на базе центра профилактической медицины еще в первом десятилетии на базе Люберецкой районной больницы в Подмосковье тогда еще там не было ЧКВ центра правда но уже было первичное сосудистое отделение так вот там через 3 года умирало 40% по данным вот этого ну скажем спекулятивного построения через 5 лет предполагается если сохранится такой тренд смертность 16% то есть вроде бы вторичная профилактика несмотря на те недостатки на которые я акцентировал внимание все-таки она есть ну и надо учитывать конечно и качество реперфузии и частоту реперфузии как необходимые условия достижения данного параметра ну и здесь вот фактически такой краткой резюме то что я уже перечислял представлял вернее я наверное не буду занимать ваше время благодарю всех за внимание и желаю вам успехов в том числе в решении этого важного дела спасибо большое сергей антош и сейчас третий доклад посвященный компьютерной томографии коронарных артерий я понял что надо сюда это то чем мы все с вами занимаемся в течение последних уже двух лет областная программа которую что греха то есть армянцы сакши большое спасибо за ее лоббирование в правительстве области потому что 3000 пациентов которые ежегодно имеют возможность пройти через мскт коронарографии конечно же это большое благо для наших пациентов я покажу возможности которые несет и немножко те моменты которые мы уже начали анализировать потому что все-таки пока время еще не очень длительное прошло с момента начала программы итак мы все с вами прекрасно понимаем что процесс атеросклеротического поражения артерии это процесс длительный мы хорошо помним что в книжках написано он начинается с момента рождения ребенка и заканчивается уже в глубокой старости и поэтому когда мы смотрим анализируем данные наших пациентов мы конечно же понимаем что на начальном этапе где на начальном этапе процесс идет экстенсивно то есть он идет снаружи мы не видим сужение просвета сосуда мы видим ее ремоделирование сосуда он увеличивается и бляшка растет как бы от центра а уже с течением времени когда бляшка становится больше она фиброзирует появляются кальцинаты в ней то мы уже как раз видим те изменения которые нам могут подсказать уже рентген хирургии то есть сужение просвета сосуда мы понимаем что нужно стентирование проводить аортокоронарное шунтирование есть там большая зона поражения то есть есть анатомический значимый стеноз и на каждом из этих этапов нам в принципе может помочь мскотек коронарных артерий это методика главное понимать что это не методика выявления пациентов которых нужно стентировать или которым нужно делать аортокоронарное шунтирование Евгений Владимирович показал что как раз в клинических рекомендациях по профилактике эта методика она одной из важнейших считается в плане выявления пациентов высокого риска которые требуют в том числе и высокодозовой интенсивной терапии статинами это позволит предотвратить эти нежелательные события которые мы не любим которые мы много обсуждаем и не любим что позволяет еще мскотек мскотек позволяет оценить структуру бляшки позволяет оценить воспаление этим тоже не следует пренебрегать ну на первом этапе что мы определяем мы определяем кальциевый индекс как он определяется это метод количественной оценки степени кальцификации коронарной артерии который вычисляется с помощью произведения площади участка кальцификации на фактор плотности в зависимости от того какой фактор плотности и соответственно подставляется в это уравнение и мы понимаем с вами уже какой кальциевый индекс у пациента кальциевый индекс в принципе вообще это мы имеем с вами благодаря Готфриду Хаусфилду лауреату Нобелевской премии который открыл в принципе разработал эту методику компьютерной томографии и соответственно вот эти единицы денсцитометрические показатели они получили наименование в его честь за нулевую принято соответственно рентгеновская плотность дистиллированной воды и каждая из тканей организма имеет вот свою рентгеновскую плотность которая определяется его единицами Хаусфилда но опять же коронарный кальций это тоже процесс его отложения образования это процесс очень длительный если мы посмотрим у мужчин и женщин 63 тысячи пациентов которые наблюдались в течение большого периода времени вы видите что в молодом возрасте конечно же коронарный кальций индекс его достаточно низкий к уже 75 80 годам он уже индекс Агацона больше 400 который является основой для проведения направления пациента на проведение инвазивной коронарографии он уже приближается практически к 100% и бляшка сама по себе она разная по плотности именно коронарного кальция но еще один интересный момент вот этот индекс Агацона больше 400 это не только оценка прогноза сердечно-сосудистых заболеваний общая смертность у пациентов таких с таким индексом в 4 раза выше болезни системы кровообращения в 9 раз онкологические заболевания вроде бы какая связь но тоже в 3 раза выше у тех пациентов которые имеют индекс Агацона больше 400 другая сторона а если он нулевой все хорошо у пациента у него не может быть поражение коронарных артерий у него не может быть ишемической болезни сердца нет даже вот эта первая часть это нулевой кальциевый индекс и у этих людей 5,5% 7,3% мужчины 4,3% женщины имеют поражение коронарных артерий и причем даже тяжелые то есть это многососудистое поражение это стволовое поражение 0,2% вроде бы небольшая цифра но мы должны помнить что конечно же отрицательный то есть нулевой кальциевый индекс это не эквивалент того что ничего с пациентом никогда не случится есть целый ряд исследований которые показывают вот пожалуйста нулевой кальциевый индекс исходно 3% пациентов моложе 40 лет имели обструктивный коронарный атеросклероз 8% старше 70 лет и другая чаша весов пациенты с обструктивным поражением 14% имели нулевой кальциевый индекс в целом и чем моложе тем соответственно больше такие риски имелись поэтому всегда необходимо ориентироваться исключительно на не только на индекс коронарного кальция на клиническую картину на другие факторы риска но как и все в медицине мы должны мультимодально анализировать состояние нашего пациента европейские и российские рекомендации сейчас мы имеем хорошие российские рекомендации поведение стабильной шимической болезни сердца достаточно четко прописывают шаги обследования пациента на каком этапе это все делается когда выполняется лабораторные тесты когда электрокардиография в покое когда у пациента фракции выбраться меньше 50 что с ним делать и так далее оценка предтестовой вероятности она немножко изменилась за последние несколько лет но основное не поменялось и в дальнейшем соответственно мы с вами в зависимости от предтестовой вероятности определенной выбираем что делать с пациентом на основании того насколько вероятна обструкция коронарных артерий если пациент низкого и промежуточного риска это МСКТ коронарных артерий методика который является превалирующей все остальное это уже необходимость проведения инвазивной коронарографии то же самое написано и в наших клинических рекомендациях рекомендациях Минздрава по которым мы с вами работаем пациента с низкой промежуточной предтестовой вероятностью с высоким качеством изображения с противопоказанием проведения нагрузочных тестов соответственно класс показания очень высокий в том числе используется МСКТ коронарографии для стратификации риска и соответственно у пациентов в том числе с небольшими симптомами или без симптомов при проведении коронарной ангиографии какой пациент будет считаться пациентом высокого неблагоприятного прогностического риска по МСКТ коронарографии пациенту у которых мы выявляем трехсосудистые поражения поражение ствола либо максимальное поражение передней нисходящей артерии что появилось нового в прошлом году вышли новые рекомендации по введению пациентов с сердечной недостаточностью и посмотрите уже у пациентов с сердечной недостаточностью с низкой или средней предтестной вероятностью ИБС с сомнительными неинвазивными тестами рекомендовано проведение МСКТ коронарных артерий то есть методика дальше развивается методика дальше шагает а вот теперь возвращаясь к тому о чем говорил Сергей Анатольевич остатинотерапия МСКТ коронарных артерий нет коронарного атеросклероза но есть факторы риска есть высокий холестерин нам нужно пролечить всего лишь 92 пациента для того чтобы снизить риски неблагоприятных событий смерть инфаркт миокарда если у пациента нулевой или до 100 кальциевый индекс и не обструктивный вляжки меньше 50% мы их не оперируем мы их не рассматриваем как какие-то значимые да уже в 3 раза меньше пациентов нужно пролечить всего лишь 36 если кальциевый индекс меньше 400 и тоже не обструктивный в 4 раза меньше пациентов необходимо пролечить а если кальциевый индекс больше 400 но не обструктивное поражение всего 13 именно поэтому всем пациентам которые а у нас 47% пациентов которые проходят МСКТ коронарных ангиографии мы это статистику ведем у них не обструктивное поражение там не нужно никакой реускулиризации проводить но все эти пациенты получают рекомендации кардиологов об интенсивной статинной терапии поэтому я прошу коллеги когда они к вам попадают уже на прием после проведения МСКТ коронарных графий чтобы эта статинная терапия была продолжена и вы максимально их потенциировали чтобы они соблюдали эти режимы терапии к чему мы пришли за последние годы мы уходим от концепции выявления уязвимых бляшек хотя в нашей стране по большому мы еще не пришли к этой концепции потому что нет распространенного такого использования методик которая позволяет выявлять уязвимые бляшки вроде бы как мы должны переходить к лечению уязвимых пациентов это более сложная задача но для того чтобы выявить уязвимого пациента нам нужно понимать что такое уязвимая бляшка а уязвимая бляшка здесь как раз представлено 4 вида параметров которые мы оценим при МСКТ коронарографии если вы внимательно посмотрите вы видите такой двойной контур то есть вот это то что я вначале говорил ремоделирование артерии если вы сделаете такому пациенту обычную коронарографию у него будет практически гемодинамически максимум незначимого сужения а то и будет все хорошо на самом деле вот она атеросклеротическая бляшка которая не видна на инвазивной коронарографии или незначительной является а здесь мы четко видим что есть положительное ремоделирование сосуда вот это под Б это точечные кальцинаты которые есть в атеросклеротической бляшке С соответственно это участки низкой плотности разрежения это все считается ну и феномен кругового свечения это уже в не в продольном а в поперечном срезе коронарная артерия то есть вот это просвет а это атеросклеротическая бляшка которая соответственно суживает просвет опять же для большинства пациентов на инвазивной коронарографии мы не увидим значимую сужение поэтому критерии уязвимости они конечно же позволяют более уже четко дифференцировать пациентов но и не только МСКТ МСКТ это не инвазивная методика и соответственно внутри коронарный ультразвук это менее распространенная и оптическая когерентная томография это методики которые позволяют оценивать степень уязвимости атеросклеротических гуляжек у нашего пациента и опять же с прошлого года в КСГ появилась возможность использования ОКТ и оценки фракционного резерва кровотока и этим соответственно кардиологи должны обязательно пользоваться до третьих пациентов минимум до третьих пациентов должны в ходе инвазивной коронароангиографии получать такую процедуру для оценки степени уязвимости бляжек это кардинально меняет вообще тактику ведения пациентов до 20% минус ненужных стентирований и в то же время мы выявляем пациентов в которых менее значимые гемодинамические поражения вроде бы как визуально но на ОКТ мы выявляем уязвимую бляжку которую необходимо стентировать потому что в лучшем случае будет тромб в худшем случае может быть расслоение ну и вот еще один момент это уже к спорным и противоречивым вопросам МСКТ коронарографии в клинических рекомендациях и российских и европейских и американских заложено использование МСКТ коронарографии у пациентов с острым коронарным синдромом промежуточного и низкого риска без подъема сегмента СТ соответственно это данные прошлого года мы их только начали анализировать потому что есть сейчас возможность уже годичного наблюдения годичного наблюдения мы пока собираем а это данные по пациентам так вот из 210 пациентов которым мы сделали при остром коронарном синдроме промежуточного и низкого риска в 50% случаев мы не нашли никакого поражения коронарных артерий это хорошо прогноз у этих пациентов хороший они получат необходимую терапию в том числе статиннотерапию 20% это незначимые гемодинамические поражения здесь мы понимаем что людей может быть клиника необходима более детальная более серьезная терапия дальше всего лишь 13% это значимые поражения коронарных артерий и еще один момент который не прописан в рекомендации там просто ни в каких рекомендациях возможно использовать у пациентов после перенесенного коронарного шунтирования и стентирования но каких-либо вообще рандомизированных клинических исследований по этому поводу не проводилось средний возраст вы видите этих пациентов был 64 года от 30 до 101 года 50 на 50 мужчин и женщин и кальциевый индекс вы видите невысокий 141 хотя у части пациентов был достаточно высокий максимально 1400 и опять же о противоречиях никаким образом возрастные ограничения для МСКТ коронарографии в рекомендациях не обозначены а клинические даже случаи которые мы на начальном этапе откладывали в свою коробочку показывают что пациенты старше 80 лет 36 человек которые прошли ни у одного мы не выполнили у них был высокий кальциевый индекс необходимо было проведение коронарной инвазивной коронарной ангиографии но ни у одного не закончилось стентирование то есть конечно же есть какой-то возрастной наверное период когда эту методику нужно использовать в каких-то других группах и вы видите что в принципе вот если мы анализируем пациентов в возрастном диапазоне то от 60 до 69 и 70-79 лет вот процент выполнения коронарографии процент выполнения чрезкожных коронарных мешать то есть здесь больше 50 процентов ну и здесь соответственно 50 процентов еще один момент что делать с пациентами у которых есть повышение тропонинов но оно диагностически незначимо тоже клинические рекомендации никаким образом не регламентируют соответственно эти подходы и одна из задач этой работы которую мы сейчас проводим в общей сложности сейчас я показываю данные 210 сейчас уже больше 450 пациентов у которых наблюдение от нескольких месяцев до уже соответственно полутора лет это будет дальнейший анализ который мы будем представлять на следующий год в том числе у пациентов с положительным значением тропонина далеко не все мы выполняем инвазивную коронарографию но если мы ее выполняем то да она заканчивается как правило чрезкожным коронарным мешательством либо потом аортокоронарным шунтированием при отрицательном тропониновом тесте 21 пациент был направлен на инвазивную коронарографию 12 ЧКВ одно многососудистое поражение 3 пациента у которых ФРК показало что все-таки поражение есть но оно гемодинамически незначимо здесь даже и маскоте не позволило нам определить и соответственно еще 5 пациентов у которых есть незначимое поражение так что эта работа продолжается я думаю через год с удовольствием мы предоставим эти данные уже нашими молодыми коллегами которые этим занимаются итак итоги значения индекса коронарного кальция увеличиваются с возрастом критичные значения чтобы все понимали это 400 индекс агатсона поражение коронарных артерий у женщин и у мужчин в возрастном диапазоне это разница в 10 лет нулевой индекс коронарного кальция не говорит об безупречно чистых коронарных артериях там может быть и многососудистые поражения МСКТ коронарографии метод выбора при промежуточной вероятности БС а также у пациентов с хронической сердечной недостаточностью этим необходимо пользоваться и МСКТ позволяет предсказывать развитие коронарного синдрома острого коронарного синдрома у пациента с уязвимыми бляшками но это уже дальнейшая работа которую мы будем делать спасибо мы программу исчерпали Александр Олегович можно попросить вас как генерального секретаря у меня всегда от слова сочетание генеральный секретарь генеральный секретарь российского предоставления уважаемые коллеги мне выпала большая часть подвести итог нашего утреннего пленарного заседания и вот мне кажется что был очень широкий охват от профилактики до лечения острых состояний очень мне кажется Дмитрий Викторович детально характеризовал новый и мне кажется очень перспективный способ диагностики я бы хотел сказать о другом российское кардиологическое общество уделяет очень большое внимание образованию и я вижу очень много молодых коллег и надо сказать что образовательная программа РКО они нацелены на то что теперь называется непрерывным медицинским последипломным образованием мы вовлечены в огромное количество программ и мы очень признательны Дмитрию Викторовичу который является вице-президентом отвечающим за образование и издательскую деятельность в президиуме правления и вот именно в этом контексте я бы и рассматривал нашу нынешнюю конференцию это непрерывное медицинское образование и я желаю всем участникам нашей конференции успеха в этом важном деле который позволит всем нам быстро стремиться вперед используя весь тот опыт который есть в российском здравоохранении вообще в отечественном здравоохранении и стремиться к вершинам современной медицины которая очень быстро динамично развивается спасибо коллеги мы завершили утреннюю часть сейчас будет перерыв и я всех приглашаю потом на заседание по залам смотрите программу выбирайте то что вам интересно спасибо